Съемочная группа Ахинского телевидения побывала на передовой борьбы с ковидом в красной зоне Ахинской центральной районной больницы. Сейчас тут вновь лежат десятки пациентов. Кто-то в тяжелом состоянии, кого-то уже готовят к выписке. Где-то недели, три-четыре назад заразился. Две недели лечился дома. Потом уже положили в реанимацию. Неделю в реанимации полежал. Ну и здесь неделю уже. Ну симптомы были слабые. Подозревать ковид сейчас только глупый не подозревает. Ковид у нас сейчас 99% и в десятках. Поэтому симптомы были слабые, но как-то последние два дня резко упало все и пришлось сдаваться и идти в больницу. Ну вообще не верил, что есть коронавирус. Хотя оказался простыл на рыбалке. Стало плохо. Пневмонию определили. Положили сюда. Ну вакцинацию мне сделали. Прививку от пневмонии еще в прошлом году. От ковида еще не делал. Думаю, что надо делать. Вот что могли бы сказать тем людям, которые не верят, говорят, ой, не надо вакцинироваться, легкая болячка, так на ногах принесем, ничего страшного. Что могли бы им сказать? Нет, 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 обязательно, обязательно, обязательно надо. Поэтому очень страшно. Болезнь страшная. Первого числа заболела, что-то температура поднялась, и сестренка, ну дома пока лечилась, лечилась, а ничего, она говорит, давай скорую и давай шуруй. Вот она меня сюда привезла. И вот уже пять дней, вот как бы, ну маленько уже получше. А какое у вас поражение легких? 50%. А вам раньше предлагали, вакцинируют то с прошлого года, вакцину предлагали? Ну, все, вот отказывалась, отказывалась что-то. А сейчас что думаете? Ну вот, надо выздоровлю и провакцинируюся. Надо идти, надо обязательно лечиться и идти прививаться обязательно, обязательно, чтобы не подвергать себя болезнь такой. Они сказали, у вас пневмония, надо ложиться. Я отказывалась, а сама задыхалась. Ну, все-таки потом звоню, говорю, я отдаюсь. Везите куда хотите, привезли, слава богу, на ноги поставили. Вот теперь лежим тут. Теперь уже нам легче, вот мне лично, я говорю, выписывайте домой, дома лучше. А то лежала вообще, голова вот такая сила, вот ходить не могла, пришла вот какая страшная. У меня аллергия вот на лекарства, я не знаю, сделают мне эту укол. Во главе съемочной группы в красной зоне работал генеральный директор Ахинского телевидения, депутат городского собрания Никита Бибик. Старшему поколению от имени депутатов единороссов и от партийного актива Никита Ильич сделал подарки. Вода, сок, фрукты. По его словам, съемочная группа провела в костюмах полчаса и словно в бане побывала. Под ручьем очки потеют, дышать тяжело. А медики так часами работают. Низкий поклон врачам за их труд. Если человек сюда заходит на смену, он работает в течение всей смены в таком костюме. Работать очень тяжело. Воздухонепроницаемые. Дежурная смена у нас 7 часов дневная. И суточные сестры тоже работают. Периодически выходят, чтобы работать с документацией. Костюм снимается, сестра переодевается. Выходит на чистую зону, потом по надобности опять одевается уже другой костюм. Костюмы одноразовые. И приходится сколько нужно, столько и работаем в костюмах здесь. Хочу сказать, что с июня месяца у нас стал отмечаться рост пневмонии, тяжелой инфекции, коронавирус-19. И мы открыли дополнительные койки на базе инфекционного отделения. На базе сейчас инфекционного отделения, 16 койок, на сегодняшний день у нас лежит 26 человек. С 25 числа у нас госпитализировано было 52 человека с пневмониями. В основном это пациенты с пневмониями средней степени тяжести и тяжелые. В основном это пациенты старше 65 лет. Из 26 человек на сегодня у нас 17 человек таких лежит в инфекционном отделении. Это самые тяжелые пациенты. Часть из них нуждалась в реанимационном лечении, и они находятся в реанимации по своим различным осложнениям. Очень трудно работать в этих условиях, потому что пациенты поступают каждый день. Каждый день требует много сил и средств для того, чтобы им оказывать помощь. И благодаря сотрудникам инфекционного отделения, этими силами нашего медперсонала, на сегодняшний день у нас пациенты поправляются. У нас нет, слава Богу, у нас нет летальных исходов. Конечно, очень много остается осложнений, очень много остается проблемных ситуаций у таких пациентов, которые нуждаются в дальнейшем лечении. И хочется сказать, что вакцина, она облегчает течение пневмонии. Она защищает от тяжелых случаев. Поэтому хочется, чтобы население Ахинского района, особенно возрастные наши жители, приходили активно и вакцинировались в условиях Ахинской ЦРБ. Многие из пациентов инфекционного отделения поменяли свое отношение к вакцинации. Ни один не ставил прививку до болезни. Теперь, как можно будет, поставят и посоветуют пройти вакцинацию всем знакомым.